Девушки отдыхают Леонидом Якубовичем. Подойдите, пожалуйста. И вновь третья тройка игроков у нас. Вновь подарочки, подарочки. Арина, как правильно выбрать подарок вообще? В первую очередь важно подумать о человеке, которому вы дарите подарок, что именно порадует этого конкретного человека. Далее важно понять ваш бюджет, на который вы рассчитываете. Всегда хорошо дарить какие-то авторские подарки, в которые мастер вложил душу. Сейчас в Бурятии появилось много талантливых мастеров, и если вы будете выбирать подарки именно от них, то вы поддержите своих земляков. К примеру, вот такой свиток с каллиграфической надписью с благопожеланием на бурятском языке. Либо, например, изделие от местных художников. Вот такая картина. Можно, пожалуйста, поделать? Конечно, конечно. Называется «Таванхашунмау». Это пять драгоценных животных бурятского народа. Когда вы дарите вот что-то подобное, то вы желаете богатства и процветания тому человеку, который вы дарите. А может быть, он будет ценителем авторских подарков. Тогда вот подобная работа мастерской Даши Намдакова покажет то, что вы цените прекрасные изделия. Я правильно понимаю, что все, что здесь находится, ну, кроме книги, да, вот этого, все сделали своими руками наши бурятские местные? Очень правильно понимаете, да. Своими руками прямо сделали? Даже вот эти вот шоколадные бузы, которые я вам хочу предложить попробовать. А там внутри бульон есть, да? Там внутри есть. Сереж, давай, тебе нужно. Мне шоколадную? Да, тебе шоколадную. А тебе настоящую бузу. Да, вот спасибо. А вот если человек ценитель искусства, ну, это же намного сложнее задача, получается, стоит перед человеком, который будет дарить подарок. И сложнее, и легче, как бы, потому что сейчас наши талантливые мастера как раз делают что-то, очень много скульптур, картин, например, вот такие вот гербы родов бурятских. Вкусно? Да, просто. Ой, все. Здорово. Сейчас появилось у нас керамическое производство. Много гончарных мастерских, которые сами обжигают глину местную, бурятскую, и рисуют, расписывают тарелочки. Или из дерева, например. Вот я вижу, у вас также книги, да? Да, есть книги. Например, если вы дарите кому-то из другого города, его порадует, например, альбом с фотографиями Байкала. Здесь подписи на английском и русском языках, так что понятно будет всем. Либо, например, есть такие блокноты с цитатами на бурятском языке, русском и английском, из произведений бурятских поэтов и писателей. То есть это еще и образовательная функция, на каждой странице разные цитаты. Интересно. А вот если что касается книг, какую бы книгу вы именно посоветовали? Подарок, может быть, или просто для прочтения? Я очень люблю литературу по саморазвитию, полезные всякие книги. Вот, например, мне нравится книга Ричарда Брэнсона, называется «Мои правила», потому что она учит ничего не бояться и понимать, что все в твоих руках, и что бы ты ни хотел, ты можешь это сделать. А вот это вот что у нас? Это тоже шоколад. Это замаскированный под... И чесночный... Это тоже шоколад. Чесночный шоколад. И омоль, это шоколад, да. Шоколадный омоль? Да. Ой, омоль, нифига себе. Вот так подаришь кому-нибудь, он захочет чего-нибудь солененького, укусит, и тут не ожидал. Я бы на стену повешал просто. Красиво же. Ну, у вас же еще, кроме подарков, есть просто одежда, которую модница может себе приобрести и выглядеть очень даже актуально. Да, вот если мы посмотрим на Алину, то сейчас на ней надеты серьги в национальном стиле. Вот футболочка с надписью «Уракша», получается, вперед переводится, да. Плащ-платье в национальном стиле и платочек шелковый. То есть можно одеться не полностью в таком кричащем, очень эстрадном национальном стиле, а с небольшими такими акцентами и выглядеть очень современно и при этом необычно. Самобытно, я бы даже. Самобытно, да. Если вот такая девушка приедет в столицу нашей России, мне кажется, она будет очень здорово выглядеть, но в то же время показывать колорит мест. Я сама была в подобном наряде в столице, в Москве, и подходили почти, ну, очень многие подходили, спрашивали, где вы сшили, можно такое же заказать. Да, такой интерес был большой. Интересуется, да, получается? Да. Есть еще верхняя одежда, кстати. Есть зимний вариант, то есть сейчас пуховик тоже в национальном стиле. Очень удобный. Выглядит, самое главное, очень современно, но при этом обратите внимание на то, что вот горловина, она в национальном стиле. То есть сейчас бурятская... И не холодно, и уютно. Изделия, которые у нас произведены в республике, это не всегда что-то такое очень интересное, скучное. Наоборот, сейчас стало современно и очень трендовое, при этом с учетом национальных традиций. Что еще интересного? Вот что-то в этом мешочке. Да, здесь у нас получается набор игры «Шага на дом». А, это из косточек, да? Да. Это нужно подкидывать? Вот так подкидываете. Есть разные виды игры, можно подкинуть и ловить. Можно вот так вот, как в бильярде, выбивать две одинаковые косточки. Вот так, например. Ой, давайте попробуем. А я знаю то, что мне один мой друг показывал. Так подкидываешь, и вот. Да, да, да. Надо подкидывать одной рукой, а забирать другой. И чем больше вы заберете, получается ваш выигрыш. А, во время, пока она летит, да, нужно забрать. Это упражнение на координацию и концентрацию нашей бабушки в совершенстве владели этим. Давайте уже раскроем секреты нашим телезрителям, где находится, как называется. Ну, для начала предлагаю разыграть сертификат. А, вы же, да, вы же с подарочком. Да, мы с подарочком. Арина, не с пустыми руками. Давайте разыграем уже данный сертификат. Вопрос нашим телезрителям. Вопросик, вопросик. Вопросик, вопросик. Как переводится? Зам. Зам. Что означает слово зам? Да, да. С бурятского на русский. Звоните нам по номеру 218710. Победитель получит подарочный сертификат. На тысячу, да? На тысячу рублей. На целую тысячу рублей. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Анна. Анна, скажите, пожалуйста, хотели бы вы приобрести подарки своим друзьям, родственникам, может быть, в национальном стиле? Очень хотела бы. Очень хотели бы. Тогда нужно ответить на вопрос. Нужно ответить на вопрос. Скажите, пожалуйста, как переводится с бурятского на русский слово зам? Путь. Правильно? Все правильно. Поздравляем вас. Вы получаете этот сертификат от магазина Этномаркета. Б. Зам. От магазина Б. Зам. Поздравляем вас. Спасибо большое, что позвонили. Ну, и давайте уже, наконец-то, скажем, куда идти за всем вот этим вот великолепием. Где находится, может быть, номер телефона. Ну, в общем, все-все пароли и явки позвонили. Мы приглашаем всех в самый центр Улан-Удэ. Улица Сахабатера, 16А. Это рядом с главпочтантом напротив находится. Этномаркет Зам. У нас, получается, изделие более 500 мастеров Бурятии и телефон 21-11-97. Также мы есть в Инстаграме. Зам.Спейс. Подписывайтесь, следите за новостями. У нас как раз есть фотография. Вот он, Зам. Вот он. Так это выглядит современно. Вот этот вот маркет. У нас такая зона для кофе. Там можно попить очень вкусный кофе, который хвалят наши гости зарубежные. Кофе-зона. Кофе-зона такой челаут. Кофе-зона. Да. Приходите. Приходите мне, конечно. Можно кофе попить и выбрать подарочки себе. Я думаю, просто тоже шоколадная. Я попробую. Ладно, шучу. Ну вот мы еще знаем то, что Зам – это не просто этномаркет. Не просто. Там еще какой-то есть секрет, какая-то изюминка. Что проводится еще? Там на втором этаже располагается Виктория, в котором проводятся события. Это встреча с творческими людьми. Например, ближайшая встреча будет с Натальей Улановой, директором филармонии. Очень интересно. То есть мы хотим какой-то полезный контент производить. И если вам некуда пойти вечером, то, пожалуйста, заходите в нашу группу ВКонтакте или в Инстаграме и приходите на то, что вас интересует. То есть там есть полезные курсы, лекции. Выбирайте по вкусу и приходите. Ну, то есть о мероприятиях можно где узнать? Вы как-то анонсируете? Да, вот ссылка там в ВКонтакте. В социальных сетях, да? В социальных сетях можно. Любое мероприятие, друзья, анонсируется. Так что смотрите, следите за новостями и обязательно приходите. Каждый день что-то интересное происходит, да. Будем рады. Ну, мы прощаемся с Арюной. Сариной, спасибо большое, что пришли, рассказали. Спасибо большое. Давайте сделаем зарядку, друзья. Зарядочка.